Дорогие друзья, добрый день! С вами светодизайнер Воронов Артём. Добро пожаловать на мой YouTube канал, на котором я делюсь с вами полезной информацией по светодизайну и статтехнике. В этом ролике я вам расскажу, как сделать вот такой расчет равномерного освещения на вот таких круглых светильниках. Идея этого ролика ко мне пришла, когда я смотрел новинки Орлайта в ноябре, и вот здесь было много светильников. Видите, вот такой pipe hang, это такие подвесные трубочки-светильники. Дальше здесь, ну, в общем, здесь много чего интересного. Такой тонкий профиль с разными цветами был. И вот один из интересных светильников был светильник, который называется плату. Такой круглый светильник. И вот здесь можно посмотреть в каталоге, у него есть несколько версий. Это большой мощный светильник. Видите, он здесь есть нейтрального и теплого света. И есть несколько мощностей. Такие светильники используются для того, чтобы помещение залить равномерным светом. Давайте откроем программу DialuxEvo. И вот здесь у нас есть такая вкладка «Объемная планировка». Давайте кликнем на нее. Вот здесь можно ввести профиль помещения, который задаст вам необходимые нормы. Видите, 34 офисы. Давайте выберем здесь 34 и 2 написания, пишущая машинка, чтение, обработка. Длину помещения вы можете задать такую, какую вам надо. Я сделаю 10 метров на 10 метров, а высоту потолка сделаю 3 метра. Давайте я кликну «Ок». И Dialux автоматически простраивает мне вот такое прямоугольное помещение. Уже в 3D, кстати. И давайте я переключусь на вид сверху. Интересная функция. В новом DialuxEvo здесь во вкладке «Сектора» вы можете выбрать. Здесь можно сделать не только задать норму освещенности согласно новым норму EN 12464 от 2021 года, но также, друзья мои, смотрите, здесь есть очень интересная функция, такая как модификатор контекста. То есть вы можете выбрать также определенный модификатор. Например, визуальная задача имеет решающее значение для рабочего процесса. Например, у вас офис или это может быть банк, где вы работаете, и вам важно, чтобы здесь была хорошая освещенность. Поэтому как только выбирать этот модификатор, норма освещенности повышается вот здесь на 250 люкс, то есть на одну ступень. Дальше здесь, кстати, есть очень достаточно высокая равномерность 0,6. Я на самом деле обычно работаю с равномерностью 0,4. Можно даже поставить 0,5. Но 0,6 – это прям совсем все будет равномерно. В принципе, 0,4 здесь будет достаточно. Все. Мы с вами норму выставили. И давайте теперь перейдем на страницу светильника. Ссылку на этот светильник я оставлю в описании к этому видео. Вот смотрите, я обычно выбираю 4000 кельвинов в такой нейтральный белый цвет для того, чтобы делать освещение в рабочем пространстве. Это может быть у вас офис, это может быть, например, танцевальный, кстати, зал. Вот меня тоже часто спрашивают, при каком освещении будет хорошая видеосъемка или, например, хороший свет для зум-конференции. Вот как раз при таком рассеянном освещении он будет хороший. Кстати, здесь есть несколько версий светильников. Есть такой очень мощный, 145 Вт. Ну, я выбираю здесь менее мощный. Я выбираю 115 Вт. Можно поставить более мощный, но тогда, скорее всего, высота потолков будет больше 3 метров, например, 4,5 или 5 метров. Туда нужны более мощные светильники. Здесь нам подойдет вот такой светильник. Давайте кликнем «Сохранить. Yes-файл». Чем я люблю наш новый сервис lightlab.space, то, что здесь есть все светильники R-Light и также есть фотометрические файлы. Так, и давайте я перетащу вот этот фотометрический файл прямо в проект. Обратите внимание, у меня появляется здесь мой светильник. И у меня, видите, здесь еще есть вот такая вкладка. Об этой вкладке я вам расскажу, кстати, в следующем ролике о том, как считать затраты углекислого газа, о том, как считать энергозатраты, о том, как считать, сколько денег вы тратите на электроэнергию. Новая функция Dialux, об этом я расскажу вам в следующем видео. В этом видео сейчас мы давайте расставим светильники. Я ставлю этот светильник. Теперь я его удаляю и, соответственно, кликаю «Отобразить прямоугольное расположение». Выбираю левый угол, правый угол, тяну вниз и выставляю вот эти светильники. Вот. Давайте перейду в 3D, посмотрю, как это у меня получается. Отлично. Давайте я кликну на вот эту кнопку «Расчет освещения». Нажимаю эту кнопку и у меня происходит расчет. Все, расчет получился. Обратите внимание, что здесь у меня горит вот такая зеленая кнопочка, потому что расчет выполнен согласно нормам. Если бы он выполнялся не согласно нормам, кнопка была бы красная. Единственное, что я бы вам посоветовал использовать, здесь еще есть, если вы выберете вот эту вкладку «Сектора», возможно, у вас по краям будут стоять какие-то шкафчики, возможно, какая-то здесь будет у вас мебель, поэтому я бы еще сделал небольшой отступ от краев в вашей расчетной поверхности. Это может быть примерно 0.5 метра. Я бы делал такой примерный отступ, поэтому моя расчетная поверхность немножко отдаляется от стен. Давайте я еще раз запущу расчет. Получается значение немножко больше, потому что точки у меня сдвигаются ближе к светильникам. Это 849 люкс, это отличная освещенность. Даже обратите внимание, что даже по тем нормам, которым я вставлял автоматический диалюкс, равномерность 0.6 здесь тоже выполняется. Вот такие классные светильники, друзья мои. Давайте сейчас мы поставим здесь еще человечка. У меня он сохранен. Так, я его сейчас вот так вот перетаскиваю. Результаты будут отменены. У меня он очень большого размера. Я ставлю здесь в окне параметров, сдвигаю на два знака влево. Я сдвигаю точку, и вот здесь 1.55. Вот у меня получается здесь такой человечек. Давайте мы его расположим прямо в центре. И вот здесь давайте я выберу материал. И вот этот материал назначен человечку, чтобы он был тоже такой белый. Конечно, здесь та освещенность, которая у вас будет, она зависит от цвета стен. Вот цвет стен можно поменять вот на этой вкладке. У меня по умолчанию стоит 0.7, 0.5 и 0.2 коэффициент отражения потолка, стены, пола. Вы можете поменять такие, какие у вас. Если у вас, например, черные стены, естественно, будет не 0.5, это будет 0.10. Вот. Давайте я еще сделаю расчет. Посмотрим, как этот расчет смотрится с человечка. Отлично. Получается вот такой проект. Если вдруг вы хотите сделать освещение на стенах более равномерным, то необходимо перейти на вид сверху, отменить расчет. И вот эти светильники слегка, совсем прям слегка, выбрать это расположение и передвинуть их прям вот немножечко совсем сюда. Вот примерно, чтобы здесь было примерно 3 метра 100 сантиметров. Ну или даже 3 метра между светильниками. В принципе, отличная длина. И вот между этими светильниками тоже можно поставить, ну даже 3.2, наверное, между этими светильниками. Вот здесь у нас будет окно. Так, давайте я сейчас запущу расчет. Видите, сейчас освещенность на стенах будет более равномерной. Освещение тогда будет, я позволю тебе такое слово, более архитектурным. Пространство у вас будет восприниматься целостно. То есть не будет никаких дуг. Все будет вот так плоско. То есть когда-то это плохо, когда-то это хорошо. Скажем, для офиса, эти тени на лице человека здесь смотрятся хорошо. Вот для офиса это прекрасное освещение. Для какого-нибудь танцевального зала это было бы тоже прекрасное освещение. Поэтому вот используйте, соответственно, такие светильники. Ссылочку на эти светильники я оставлю в описании к этому видео. Поэтому вы можете точно сделать такой же расчет. Рассчитать количество светильников для вашего проекта. Если вы хотите разработать проект освещения онлайн со мной, то пишите мне свои контакты. Я оставлю в описании к этому видео. Мы сначала помогаем вам разработать техническое задание для того, чтобы освещение полностью удовлетворяло всем вашим потребностям. Дальше мы проводим с вами онлайн-консультацию, где вот прямо так с вами онлайн делаем проект освещения. Освещение дальше мы в течение нескольких дней отправляем вам всю документацию, которая необходима вам для установки светильников. То есть это расчет освещения, визуализация освещения, установка светильников на плане с привязками и конкретная спецификация светильников со всеми артикулами и комплектующими для закупки. Также у меня есть онлайн-курс по проектированию освещения в программе Dialux. Я являюсь сертифицированным тренером по программе Dialux. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи в следующих роликах.